Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим о самом таком жизненном, о самом важном, это о здоровье и о том, как устроена система здравоохранения в Испании. Итак, в Испании есть два вида страховок. Первая – это социальная страховка или государственная страховка, ее можно назвать. Также можно говорить о том, что это бесплатная страховка, хотя по сути все мы работающие за нее платим, когда оплачиваем социальный налог. Но даже если вы безработный или если вы находитесь нелегально на территории страны, вам положена эта страховка. То есть вот вы приехали в Испанию, прописались и в зависимости от региона, где-то сразу же, где-то надо вам три месяца прожить, вы можете получить эту страховку бесплатно, ничего за нее не платить и также получать абсолютно весь спектр бесплатных медицинских услуг. И есть частная страховка, которую мы оформляем в частных страховых компаниях. Лично у меня есть и частная, и государственная страховка. Почему? Ну, потому что у каждой из этих страховок есть свои плюсы и минусы. Давайте поговорим о плюсах и минусах каждого из этих видов страхования. Первое. Государственная страховка. По ней вы можете получить абсолютно весь спектр медицинских услуг, вне зависимости от стоимости этих услуг в любой момент. Но есть один большой минус у этой страховки. Дело в том, что зачастую очередь к специалистам приходится ждать очень долго. Кому-то там неделю, две, каким-то специалистам несколько месяцев, иногда даже им больше года. Я сама с этим столкнулась, когда обратилась в феврале к своему участковому, так можно сказать, к семейному врачу, а попасть к специалисту, он мне потом назначал разного рода пройти процедуры, исследования и получить результат я должна была в июле следующего года после обращения. То есть первый раз к врачу обращаюсь в феврале, а в июле следующего года у меня полные результаты на руках, что со мной не так. Естественно, когда ты себя любишь, уважаешь, этого делать не будешь, поэтому я просто-напросто пошла и оформила частную страховку. Вот именно поэтому, из-за того, что есть вот такие вот очереди к специалистам, очень многие и оформляют частные страховки. Почему же тогда не иметь, например, только частную страховку? Зачем она нужна, это государственная, если по ней нужно месяцами ждать очереди? У частной страховки тоже есть свои минусы. Ну, например, вот вы выбрали для себя какой-то тариф по частной страховке. Естественно, что лучше всего выбирать тариф, который покрывает абсолютно все, даже несмотря на то, что там 18, 20 или 70 лет случится может все, что угодно. Поэтому, если, конечно, выбираете частную страховку, то выбирайте с полным покрытием. Но здесь нужно понимать, что после того, как вы оформили страховку, вам на следующий день никто не оплатит процедуры, которые стоят несколько тысяч евро. А вам их и через три года, кстати, могут не оплатить. Я, например, когда оформила свою страховку, естественно, когда я с менеджером страховой компании общалась, у меня спросили о моих хронических заболеваниях. Естественно, я им сказала, что, господи, откуда у меня в 60 лет могут быть какие-то хронические заболевания. Я абсолютно здоровый человек. Похихикали я, похихикал менеджер, оформили эту страховку по стандартному тарифу. Уже на следующий день я обратилась к врачу, который мне назначил обычный анализ крови. На следующий же день, да, и это все страховой компанией было оплачено. Но, например, пройти какие-либо обследования, которые стоят достаточно дорого, уже нужно ждать некоторое время. Страховая компания сразу вам не будет оформлять. Так некоторые обследования, мне сказали, могут только через три месяца страховая компания оплатить. А более серьезные, которые там, я просто знаю, сколько они стоят, стоили там 1100 евро. Если ты вообще напрямую идешь и оплачиваешь, да, такие нужно было ждать шесть месяцев. Тут нужно просто понимать, что никакая страховая компания не является благотворительной организацией. И, конечно, им нужно, чтобы вы сначала поплатили, хотя бы какой-то свой фонд создали, а потом вам будут из этого фонда оплачивать. Поэтому тоже частная страховка — это не решение всех проблем. Какой еще есть минус у частной страховки? Вам иногда придется воевать с тем, чтобы страховая компания вам что-либо оплатила. Ну вот я прошла последний год через лечение рака, и мне некоторые родственники мои, испанские, которые работают в медицине, предлагали переехать в частный госпиталь, там лечиться, поскольку уже там какой-то период времени в моей частной страховке прошел, и мне можно было бы оплачивать. Но если вот как я лечилась по государственной страховке, то мне проводили обследование абсолютно все и без всяких лишних вопросов. Если бы это делала в частной клинике, и это бы оплачивала частная страховка, то не факт, что все виды обследования мне бы назначили. Еще раз повторюсь, что страховая компания, она не является благотворительной компанией. И вполне возможно, что мне пришлось бы доказывать, что те или иные исследования мне необходимы. При получении лечения и обследования по государственной страховке мне этого доказывать не приходилось. Есть определенный протокол, и по этому протоколу мне делали все необходимые исследования при постановке этого диагноза. Поэтому, как видите, и у той, и у другой страховки есть свои плюсы и минусы. Вообще в Испании считается, что получать лечение, вообще ходить к докторам лучше именно по государственной, а не по частной страховке. У меня даже был случай, когда я обратилась к частному кардиологу, чтобы у меня тогда еще не было частной страховки, только была государственная. И вот я обратилась к кардиологу, поскольку моя очередь подходила по частной страховке тогда, когда мне нужно было далеко с туристом и уезжать надолго из дома. Поэтому была вынуждена обратиться к частному. Во-первых, это достаточно дорого. Просто поговорить с доктором без обследования мне обошлось 250 евро. И когда на следующий день моя испанская родственница меня спросила, как у меня дела, как у меня там стоят дела с доктором, я ей сказала, ну вот не могу ждать по государственной страховке, я поэтому вчера посетила частного доктора. Она мне говорит, Лена, ты что, дура, что ли? В Испании нужно обращаться только к государственным врачам. И она успокоилась только после того, когда я ей сказала, что этот доктор, к которому я пошла, он вообще-то работает на постоянку в государственном госпитале и является зав. отделением, поэтому я к нему и обратилась. И тогда она сказала, фух, слава богу, значит нормально, не зря деньги отдала. Вот такие вот казусы есть в испанской медицине. То есть государственная медицина в Испании считается намного лучше, чем частная. Ну, во-первых, почему, ну как бы на мой взгляд, да, это и больше контроля, и во-вторых, это больше практики. Даже если врачи, они занимаются только частной практикой, то для того, чтобы иметь более высокую категорию и чтобы быть более высокооплачиваемыми, они должны энное количество часов в неделю работать в государственном госпитале. Какие еще есть отличия между частной и государственной страховкой? По государственной страховке, когда вы проходите лечение, и врач вам выписывает рецепты на какие-либо медикаменты, то по этим рецептам вам положена скидка. Если же у вас рецепт от частного врача, то скидок по рецептам вам не положено. А скидки могут быть значительными. Некоторые медикаменты вообще вы можете получать в аптеке бесплатно. На большую часть медикаментов скидка по рецепту может составлять 40-60%. Есть группы лекарств, на которые цены просто лимитированы. Так, например, любые лекарства для астматиков, они не могут стоить выше 4,50, по-моему, за упаковку. Я покупала такое лекарство, которое мне прописал врач, если начинается грипп или какая-либо простуда, чтобы легче дышалось. Вот мне там какую-то фигнюшечку, которой я дышу. И один раз я с рецептом пошла в Барселоне в аптеку. Фармацевт там что-то с перепугу не разобрался, что это рецепт, потому что из другого региона. И цену мне выкатывает 52 евро. Я говорю, чел, ты что охренел? Я, в принципе, по этому рецепту, видишь, там 4 разных позиции. Никогда больше 10 евро не платила. А он, а, что это рецепт, да? А, ну да, ну по рецепту тогда 4,51, по-моему, сейчас не помню. Копеек, помню, там 4,50 чем-то. То есть разница, да, 52 евро и 4 евро. Достаточно значительная разница. И вот эта вот система скидок по рецептам, она, во-первых, помогает люди стимулировать покупать какие-либо медикаменты только по рецептам, не заниматься самолечением, поскольку, естественно, каждому хочется хотя бы на этом сэкономить, чтобы всем миром не собирать деньги на лечение, как это происходит в России. Это вот такие основные различия между частной и государственной страховкой. Еще бы мне, конечно, хотелось поговорить о том, как вообще устроена система здравоохранения в Испании, чем она отличается от российской системы, к примеру, здравоохранения. Ну, например, здесь не принято по-любому чиху вызывать скорую. То, что, кстати, возмущает очень часто многих начинающих эмигрантов. Ну, извините, если у вас чих, но можете сами взять такси, если уж совсем большой у вас чих, и вы немощный, и отправиться в скорую помощь. И сами машины скорой помощи, они не являются такси, они именно скорая помощь, потому что все это, конечно, частные компании, а не государственные. То есть система скорой помощи здесь частная, хотя они, конечно, обслуживают и по государственной страховке, государство им там за это платит. И система скорой помощи – это именно скорая помощь. То есть если вы совсем там уже умираете, тогда только к вам приедет машина скорой помощи. Во всех остальных случаях, будьте добры, берите такси, попросите родственника или соседа, и вас отвезут в госпиталь. Другой вопрос, который тоже часто обсуждается на форумах, это если вы пришли в скорую помощь, то можно прождать в очереди 4 часа, пока вас примут. Есть в этом, конечно, доля правды. То есть если вот я там, например, люблю падать со ступенек и ломать ногу, прихожу, если в большом городе, в центральную госпиталь, то я могу просидеть 4 часа. И подождать приема. Но если вы сломали ногу, например, или там еще какая-то у вас такая незначительная проблема, то лучше, конечно, обратиться в медицинский пункт. При каждом медицинском пункте есть еще так называемые второстепенные системы скорой помощи. Ваш участковый врач, ваш семейный врач имеет последние полтора часа рабочего времени, вот я точно там не скажу, один, два часа, полтора часа, но у него есть резервное время, это больше часа, когда он принимает именно как скорая помощь. То есть вот, например, сегодня что-то там с утра со мной случилось, ну вот даже вот там упала я, не обязательно ехать в центральную скорую помощь и сидеть там 4 часа. Можно позвонить на ресепшн вашего медицинского центра и сказать, что у вас экстренная ситуация и вас примут в этот вот последний час. Плюс есть всегда как бы медицинские центры второго уровня, в которых, ну я не знаю, я так вот в Барселоне несколько раз, кстати, обращалась, ну и в Кантабрии, когда жила, тоже я знала, куда обратиться, где вот эти вот находятся медицинские центры второго уровня, и там меня как по системе скорой помощи принимали, ну практически не бывает очередей. Кстати, в Сан-Себастьяне я тоже так же обращалась в скорую помощь, когда меня паук укусил в руку, что-то у меня рука начала разносить. Вот, я не поехала в центральный госпиталь, потому что знаю, что там весь день проведу. Я поехала в медицинский центр, где знаю, что не будет очередей, и меня там в течение 10-15 минут обслужили. Поэтому здесь просто нужно хорошо знать устройство всех вот этих подразделений того региона, того города, где вы живете, и тогда у вас не будет вот этих вот проблем четырехчасовых сидений в очередях. А если же у вас там серьезно какой-то, вы считаете, случай, вам нужно провести экстренные какие-то обследования, но здесь тоже, если вы умираете, вы не будете сидеть четыре часа в очереди. У меня был случай, сердце прихватило. Вот, я поехала в центральный госпиталь, где были огромнейшие очереди, вот те самые, по три, по четыре часа, но я сказала, что у меня сердце схватило. Поэтому кардиограмму мне сделали в течение, наверное, 1-2 минут, поскольку это сердце, это серьезно. Когда сделали кардиограмму, все нормально, то есть нечего тут придуряться, иди в общую очередь, и потом после того, как меня сначала обслужили в течение 2 минут, сделали кардиограмму, не обнаружив никаких угроз для жизни, я уже сидела в общей очереди, и ждала приема к врачу. Поэтому не нужно считать, что вот как, где везде на форумах пишут, что в большую очередь в скорой помощи, что вам там дадут умереть. Нет, не дадут умереть, вам сразу окажут эту помощь. Так, о чем еще бы хотелось поговорить про медицину в Испании? Ну, для меня это, конечно, одна из лучших медицин, и мне очень нравится отношение медиков к пациентам. Я сейчас иногда, как страшный сон, вспоминаю свои экспириенсы в России, поскольку в онкологический диспансер я еще начала обращаться в России, вот чтобы попасть к врачу, я помню этот ужас, я, живя за городом, в своем частном особняке, должна была приехать в центр города к 5 часам, занять очередь, зимой на улице, никто в помещение не пускал. Вот в 8 часов открывается ресепшн, где ты можешь взять номерочек доктору. И потом такой довольный, поднимаешься, ах, я сегодня первый, сидишь в этой очереди, ты ее дождался, и тут появляется в коридоре докторша, который идет на работу, видит вот эту вот очередь к себе в кабинет, и вот не меняя ее слов, говорит, охуеть, приперли здесь, бабушка, помню, со мной сидит, а что она сказала? Я говорю, да то, что вы услышали, то она и сказала, в Испании такого вообще даже представить невозможно. На меня один раз здесь кричал доктор, это вот как раз, когда я обратилась, он поставил мне диагноз, что у меня, возможно, онкология, мне нужно обследоваться. Так вот, он мне в течение недели звонил каждый день, орал на меня, потому что я не делала процедуру, а у меня как раз тогда, я поменяла регион, мне нужно было поменять страховку одной провинции на страховку другой провинции, поэтому немножко я тормозила. Так вот, он, доктор, каждую неделю звонил мне сам, не медсестра, сам доктор, и кричал на меня, иди делай, иди делай, иди делай, пока я это все не сделала. Другие хочу рассказать такие случаи, которые очень запоминаются, тоже процедура в кабинете врача, достаточно болезненно, это из тех, когда у меня спрашивают, а что ты не орешь, все же обычно орут во время этой процедуры, на что я говорю, ну я же русская, я могу все стерпеть. А вот, и во время такой процедуры рядом с врачом стоят две медсестры. Одна просто меня гладит по голове, по руке, поет мне песенки, как мама, то есть заменяет роль мамы, а вторая медсестра уже непосредственно помогает доктору, подавая там необходимые инструменты, ну и все, что там положено, делает. Абсолютно другое отношение. То есть если ты придешь к врачу, никто тебе не скажет, а какого фига ты там запустила, или что ты там раньше не ходила, ну сами знаете, что можно от наших врачей услышать, что тут еще хотела сказать. А в своем экспириенсе еще хотела добавить в Краснодарском онкодиспансере. То есть я в первый день, когда обратилась к онкологу, прошла у нее как бы прием, и мне назначили обследование. Так вот, на эти обследования я должна была приехать на следующий день опять в 5 утра занять живую очередь на улице зимой и ждать талончик на эти обследования, потому что никакой другой возможности попасть у меня не было. Когда я им объясняла, что я живу не в городе, что я живу за городом, мне сказали, что им по барабану, как я буду добираться, на что я тогда плюнула и в результате чего вот я запустила, поскольку рак у меня был в третьей степени. И как это все было устроено в Испании, мне звонили врачи, ну не врачи, медсестры, каждый день и сообщали, что такого-то числа, во столько-то у тебя такое-то обследование. Следующий звонок там с другой лаборатории звонят, такого-то числа, во столько-то у тебя такое-то обследование. То есть мне не нужно было никакие номерки ходить, собирать. Ну извините, мы живем в 21 веке. Все делалось по телефону, все назначения. То есть я только уже приходила в тот или иной корпус госпиталя, или даже в разные госпитали, мне кажется, нужно было ездить. И проходила все обследования, пока полностью не приступили уже к лечению. Ну а когда приступили к лечению, то вот это человеческое отношение, оно меня просто поражало. Вот это то основное, что я хотела бы вам рассказать о медицине Испании. Конечно, лучше совсем не болеть, но знать информацию, как устроена медицина в Испании, это, конечно, нужно каждому, если вы собрались выбрать в качестве своей страны для эмиграции в Испанию, если вы уже живете и не знаете каких-либо вопросов. А, да, ну еще один вопрос, который вот сейчас, в период пандемии, он все равно возникнет, да, и когда мне могут сказать, да, ваша там медицина в Испании, вот она с пандемией не справилась. С пандемией не справилось правительство Дона Педера. Врачи же испанские, они работали, отдавая себя полностью. И именно врачи во время этой пандемии, которая сейчас у нас в Испании, они показали себя с самой лучшей стороны. А все проблемы, какие есть, это только проблемы государственного, такого, так скажем, управленческого характера, политического, даже я больше сказала, политического характера, которые непосредственно к медицине никакого отношения не имеют. Ну, на этом, наверное, у меня сегодня все. Если что-то забыла, напишите мне там в комментариях, я на них отвечу. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, какие вопросы о эмиграции вы хотите, чтобы я еще раскрыла в своих новых видео. Всем пока-пока!